Всем привет! С вами Киноласточка. С вас, как обычно, лайки, подписка и комментарии, а мы начинаем. Большинство людей заводят себе домашних животных. Кто-то их заводит в качестве компаньонов, а кто-то получает их в подарок. Животные вообще своего рода антистресс для людей и избавление от одиночества. В сегодняшнем выпуске главная героиня тоже завела себе пернатого друга. Речь идет о мультфильме Рио. Кто не смотрел, спойлерить не буду, а кто смотрел, приятного просмотра. Итак, первая пара из этого мультфильма это Линда и Тулио, хозяева чудных синих попугаев Ара. Линда владелец книжного магазина в Муслэйке, штат Миннесота. Любит читать книги и обожает своего попугая, которого нашла 15 лет назад в ящике на улице, когда того выбросила из резко повернувшегося фургона с экзотическими птицами. Тулио – доктор орнитологии в Рио-де-Жанейро в Бразилии и имеет свою ветеринарную клинику, помешан на птицах и, соответственно, владеет птичьим языком. Оба по характеру веселые и очень умные, однако Линда более спокойная и скромная, можно сказать, интроверт, а Тулио, наоборот, активный. Хлебом не корми, лишь бы путешествовать и искать новые виды птиц. Ну, в общем, экстраверт и энтузиаст. Из-за одержимости идеи восстановления вида синих Ар, представителями которого являлся питомец Линды и одна из попугаев в клинике, отношения Тулио и Линды не особо задались. Но переступив через неуверенность и страх, Линда все же решилась на путешествие в Бразилию, чтобы устроить личную жизнь и своему питомцу, и себе. Там они с Тулио начали относиться друг к другу чуть дружественнее. В поисках своих однажды похищенных попугаев они доверились друг другу и не без помощи мальчика по имени Фернандо, собственно, похитившего птиц, нашли их. На ежегодном карнавале, одевшись в костюмы синих Ар, было понятно по их взглядам, что между ними уже нечто большее, чем просто сотрудничество и дружба. Некая химия, я бы сказала. В конце, конечно же, после того, как они нашли птиц и воздали по заслугам главным злодеем, Линда и Тулио создали собственную семью и усыновили Фернандо. Как по мне, пара прекрасная и может научить доверию. И вторая пара, как вы догадались, наверное, это сами птицы – Голубчик и Жемчужинка. Голубчик николюб, очень умен, но слишком одомашнен, как и его хозяйка Линда. Жемчужинка, наоборот, свободолюбива и не привыкла сидеть в клетке. И их первая встреча тоже не задалась, так как Голубчик поступил немножко опрометчиво, попытавшись поцеловать Жемчужинку, в то время как та пыталась сбежать. В целом, чувства между ними возникали в таком же порядке, что и у Линды с Тулио. Они, в поисках своих хозяев, пройдя множество испытаний, пережив много приключений и избежав множества опасностей, научились друг другу доверять и влюбились друг в друга. Конечно, не обошлось без упрека со стороны Жемчужинки, мол, Голубчик не умеет летать, что их чуть не рассорило. Но все равно, они сумели потом спасти и остальных украденных птиц и сами спаслись, оставив ни с чем и своего главного обидчика. Но самое главное, Голубчик научился летать после поцелуя Жемчужинки и обрел уверенность в себе. В конце у них, конечно же, появилась своя семья и дети, и, как говорится во многих сказках, жили они долго и счастливо. В общем, пара тоже прекрасная. Довериться кому-то очень непросто, но если на кону стоит счастье близкого тебе человека, или даже твое собственное, то стоит довериться. Ну а мне снова пора улетать. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok